Не скупись на молитвы. Именно так я хотел назвать сегодняшнюю тему. Почему? Потому что в нашей жизни бывают разные моменты. Бывают моменты, когда нам радостно, когда мы счастливы. Бывают моменты, когда над нами какая-то туча. Это может быть какие-то проблемы, переживания, скорби или даже искушения, которые в какой-то мере могут давить на человека. Хорошо, когда в этот момент кто-то может поддержать молитвенно. Знаете, даже такие люди, которых можно назвать гигантами веры, они нуждались в молитве. Когда-то апостол Павел писал к фессалоникийцам, и он говорит, заканчивается послание, говорит, братья, молитесь о нас. Я чувствую, как он нуждался в этой молитве. Мы иногда не понимаем и не знаем, насколько силен Бог использовать молитву. Для меня это тоже в какой-то мере тайно. Как Бог использует молитву? Во-первых, как Бог побуждает человека молиться. А во-вторых, как Он отвечает на эту молитву. Для меня это, думаю, Бог же дает желание помолиться о ком-то. Но Бог же сами дает ответ на эту молитву. Это огромнейшее чудо для меня. У меня были и такие случаи, когда Бог давал желание молиться, например, об одном человеке. Молодой человек, хороший человек, он не мог жениться. Я помню, как я молился именно об этом человеке. Прошло не очень долгое время, и этот человек женился, хорошо женился. Семья, сын есть. Были случаи, когда молодая семья, и они вроде бы вместе живут, но у них нету детей. И тоже Бог давал желание молиться об этих людях. Я молился, и Бог благословил эту семью, и у них сейчас дети. Кто-то может сказать или подумать больше, нежели должно думать обо мне. Нет, ни в коем случае. Это не моя сила, это не мое благочестие, это не то, что я лучше кого-то. Друзья, это то, что Бог дал желание о ком-то молиться. Бог дает желание, и Бог дает ответ на эту молитву. И это огромнейшее чудо, которое Бог производит для того, чтобы нас укрепить. Понимаете, то, что написано «просим по воле Его», Он слышит. То есть для того, чтобы молиться на молитвы, молитвами, на которые Бог отвечает, нужно знать волю Божью. Если ты знаешь волю Божью и молишься, соответственно, его воля Бог отвечает на свою волю. Тогда стопроцентные ответы на молитвы. Но это нужно знать все-таки, что Бог хочет. Нужно иметь с Ним близкие отношения. Когда-то апостол Павел говорит о всякой молитве и прошении. Молитесь во всякое время духом. Старайтесь о всем самом, со всяким постоянством. И молении о всех святых. И о мне, дабы мне было дано слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах. Друзья, сейчас хочу сказать «молитесь». Здесь написано, Павел говорит «молитесь о всех святых и молитесь обо мне». Я хочу вас попросить, молитесь обо мне, чтобы Бог даровал мне мудрость и говорить то слово, которое будет проникать туда глубоко в сердца. Говорить его там, где Бог хочет. Говорить тому, кому Бог хочет сказать, для того, чтобы оно было сильно. Разрушать какие-то твердыни дьявола, достигать сердец людей. Друзья, молиться. Насколько это надо, насколько мы очень часто забываем или делаем молитву каким-то последним, чем-то в нашей жизни, вместо того, чтобы сделать ее первым, вместо того, чтобы сделать основанием нашей жизни. Мы очень часто так вот просто-напросто, вот если уже не получается что-то, если уже есть проблема какая-то, вот тогда мы начинаем выруливать, ремонтировать, так сказать, и пытаться Бога упросить, Боже, помоги исправить, вместо того, чтобы, Господь, направь, защити, поддержи, дай мудрости. Друзья, и это нужно молиться о родных, о близких. Мужья, молитесь о своих женах. У них тоже бывают трудные дни, бывают какие-то переживания, бывают обиды. Родители, молитесь о своих женах. Жены, молитесь о своих мужьях. У них тоже бывают разные ситуации, даже на работе бывают разные ситуации. Родители, молитесь о своих детях. Молитесь о том, чтобы Господь хранил их, вел их для того, чтобы открывался им, для того, чтобы они возрастали в любви к Иисусу Христу. Вот, друзья, и для меня очень важно то, что все-таки я и сам иногда забываю и думаю, как-то начинаю что-то своими силами, а потом, когда вот в тупику перся в какую-то стенку, вот тогда уже Бога приглашаю и говорю, Господи, помоги мне. Друзья, давайте будем всегда стараться открывать и свои планы, и свои желания, намерения, свои радости, благодарить Бога, свои скорби, просить поддержку, свои искушения. Знаете, когда какое-то искушение, оно как-то там начинает там где-то пилять что-то, какие-то затрагивают любимые, какие-то наши, может быть, плотские интересы. Молитесь об этом, говорите, Господь, у меня сейчас вот такие, может быть, искушения, у меня трудности, у меня, мне нужна поддержка. Мне недавно один друг написал, он говорил, пожалуйста, молись обо мне, я хочу бросить курить. Вот такая простая просьба. И когда Бог побуждает, я молюсь об этом человеке, о других людях. Иногда бывает, среди ночи Бог пробуждает для того, чтобы о ком-то помолиться. Был случай интересный. Я помню, когда я молился об одной семье, и ночью во сне молился. И это было интересно то, что я с этой семьей долгое время не имел общения. А когда молился ревностно, со слезами, проснулся, я связался с этой семьей, и там были огромнейшие проблемы, они проходили через огромнейшие проблемы, о которых я ничего не знал. Каким-то образом Духу Святому было угодно, чтобы побудить мне молиться о них. Может быть, вас Господь побуждает о ком-то молиться. Молитесь. Иногда это может быть просто, или едя в машине, или сидя дома, или на работе, если Бог вас побуждает о ком-то молиться. Молитесь, пожалуйста. Вспоминайте других людей, поддерживайте. И этим самым не скупитесь на слова молитвы. Если вы видите нужду, если Господь касается вашего сердца, благословите этих людей. Благословите их именем Господнем, чтобы Бог благословлял их, чтобы Бог вел их. У меня есть определенные друзья, о которых я, наверное, уже несколько лет молюсь, несколько раз в день. Я верю, что Дух Святой достучится до сердец этих людей. Эти люди знают много о Боге. Эти люди знают много о Библии. Но они не знают Иисуса Христа как своего Господа, Бога и Спасителя. Для них Иисус Христос – это какой-то, знаете, как суперангел. Там Михаил и так дальше. Но Он не Господь и Бог. То Он не тот, кем Он открыт в Писании для них. И это большая проблема. Потому что если люди не знают Иисуса Христа тем, кем Он является на самом деле, они не могут построить правильные отношения с Ним. Они не могут Его любить, потому что для них Он просто один из, а не один над. Понимаете? Иисус – это здесь большая разница. Иисус Христос – Он первый и последний. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы молились. Молились о тех людях, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа, Бога и Спасителя. Для которых Он может быть хороший учитель. Для которых Он может быть вестник истины Божьей и все. Но для которых еще тайна благочестия не открыта. Они не поняли то, что Бог явился во плоти. То, что Иисус Христос стал человеком – это как начальник, который одел на себя одежду работника и пришел работать вместе с своими работниками. Это то, что произошло, когда Иисус Христос воплотился. Но люди, некоторые до сих пор думают, что раз Он оделся в одежду работника, раз Он стал человеком, значит, Он не может быть Богом. Я тем самым ограничиваю Его. И начинаю цитировать стихи, которые говорят «Бог не человек». Но надо цитировать до конца. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Иисус Христос не изменяется. Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Он никогда не лгал. Поэтому нельзя путать, нельзя добавлять, нельзя как-то менять. Иисус Христос – единственный, святой и праведный, который был законодателем, который принес Новый Завет. И Иисус Христос – единственный, который был первосвященником. И в ту же очередь Он был жертвой за грех. И Иисус Христос – единственный, который есть путем истины. И единственный, который есть источником жизни. Друзья, я очень хотел бы, чтобы люди увидели Иисуса Христа тем, кем Он есть на самом деле. Я прошу вас, молитесь обо мне, дабы мне Господь даровал мудрость и открывать слово об Иисусе Христе. Когда-то апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос – смерть приобретения. Когда-то апостол Павел сказал, что я все почитаю за мусор ради превосходства познания Иисуса Христа. Для Него я от всего отказался. Он говорит, мы безумные Христа ради Иисуса Христа. Он все оставил, и Он жил для Иисуса Христа. Друзья, я очень хотел бы, чтобы все мы жили для Иисуса Христа, для Его славы. Чтобы мы все любили Иисуса Христа, и чтобы Он был возвеличен в жизни каждого из нас. Благослови вас, Господь. Давайте будем молиться друг о друге. Аминь. Аминь.